Сегодня мы поговорим как раз о такой дипломатической хай-левел повестке, которая касается так или иначе киберпространства. Мы будем говорить о международных кибернормах. И сегодня с нами два гостя. Олег Шакиров, старший эксперт Центра перспективных правительственных решений, и Анастасия Казакова, менеджер по связям с государственными органами лаборатории Котперского. Поэтому у нас сегодня будет такой взвешенный анализ со стороны экспертов, как процесс выглядит. Будет исторический обзор, что происходило, что происходит сейчас. И будет инсайты от практиков, кто непосредственно участвует в каких-то процессах и инициируется своими собственными. И вот в конце дискуссии мы попробуем понять, кто же все-таки из этих акторов, компании или государства, успешнее как в разработке кибернорм, так и в их имплементации применения. Добрый день, коллеги. Кратко расскажу об этой большой теме. То есть в большой вот этой теме взаимодействия государств и обществ с интернетом есть одна из важных тем, это то, как решаются вопросы в контексте международной безопасности. Эта история, она существовала до интернета и связана с разными войнами и мирными соглашениями и так далее. Но с приходом интернета государства поняли, что у них здесь не до конца понятно, как себя вести. Вот традиционный, по крайней мере в такой ооноцентричной картине мира, традиционная точка отчета этого процесса, о котором я сейчас буду говорить, считается 1998 год, когда в Генассамблею ООН была внесена резолюция под названием «Достижение сферы информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности». Ее тогда внесла российская делегация. И с тех пор каждый год принимается одна или даже иногда больше резолюций под этим пунктом поездки дня. И вот за этим пунктом поездки дня застолбилась тема кибербезопасности в отношениях между государствами. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что до конца не совсем понятно, что вообще будет происходить, если ИКТ будут применяться государствами в военных действиях между друг с другом. Или если какие-то события в информационной среде затронут интерес того или иного государства, но как это соотношется с традиционным понятием о суверенитете? Все это непростые вопросы, и на них нет до сих пор однозначных ответов. Изначально, когда появилась эта повестка дня, этот пункт поездки дня, так тут в чат пишут, добрый вечер, кто присоединился. Изначально у него не было, так сказать, переговорного механизма, это вот принималась резолюция Генассамблеи. В середине 2000-х, в первой поле 2000-х, этот процесс расширился, и в ООН появилась первая группа правительственных экспертов. Группа правительственных экспертов – это такой формат переговоров под эгидой ООН, когда определенные государства, они представлены в виде своих экспертов, которые формально представляют себя, но понятно, что они представляют определенные государства. И они за закрытыми дверями обсуждают эти вопросы. Первое, ну, до настоящего момента сразу спойлер, прошло уже, если не ошибаюсь, сейчас действует седьмая, шестая, пардон, шестая группа правительственных экспертов. То есть вот с 2004 года продолжается эта работа. Первые группы, они не давали ощутимого результата в плане выработки каких-то конкретных норм. То есть долго государства пытались вообще понять, как подойти к этой теме. Существовали разные подходы с точки зрения вообще понимания того, что является киберпространством, информационным пространством. И здесь есть такая традиционная точка расхождения между, прежде всего, российскими и западными подходами, которые в последние годы, может быть, немного стираются. Это различие между информационной безопасностью, то, за что долгое время выступала Россия под вот этим термином международной информационной безопасности, понимается и сети, и безопасность сетей, и безопасность, связанная с контентом, который есть в этих сетях. То есть возможное влияние информации, которая распространяется через компьютерные сети на сознание, на общественные процессы и так далее. В США и у союзников США долгое время был подход такой, что они отрицали, ну не отрицали, они продвигали другую тему, что нужно фокусироваться на более узких вопросах кибербезопасности, то есть, условно говоря, на более технических вопросах и на безопасности компьютеров, сетей и так далее. И не заходить на тему влияния информации на общество, потому что это трактовалось, ну прежде всего США, как попытки государственной цензуры. То есть вы не хотите, чтобы определенная информация попадала за границы вашего государства. В общем, эти расхождения по сегодняшний день существуют, но я думаю, вы можете наблюдать, что сейчас и на Западе восприятие контента и содержание информации, оно меняется и уже не воспринимается как бы нейтрально. Мягкое право, он в последние годы стал, ну, конечно, неоднозначным, но сейчас больше сторонников мягкого права. К концу 2000-х, начало 2010-х Россия вместе с союзниками, ну, с партнерами ПАШОС продвигала как раз более юридически обязывающий подход и как раз продвигала идею, что нужно принять некий международный договор, который бы регулировал эту сферу. Однако тогда среди ООН этой инициативы поддержки не нашла, и в итоге постепенно все сместилось вот именно к концепции норм поведения. И сейчас, по крайней мере, под гидой ООН, это, наверное, основная, ну, не единственная, но основная такая тема. Этот процесс групп правительских экспертов, он дал свои первые результаты конкретные в начале 2010-х годов. В 2010 году, в 2013 и в 2015 годах очередные группы правительских экспертов приняли так называемые содержательные доклады консенсусные, в которых были зафиксированы договоренности стран, которые участвовали в этом процессе. А в нем тогда участвовало, ну, представители 20 стран, грубо говоря. То есть это далеко не весь состав ООН, но это довольно репрезентативная группа стран, и тем более это ключевые страны, прежде всего Россия, Китай, США. То есть страны, которые находятся в авангарде и от взаимоотношений между которыми как раз и зависят многие вопросы международной безопасности. В частности, о чем удалось договориться на тот момент? Удалось договориться, что международное право, оно, в принципе, применимо к ИКТ-среде. Однако этот вопрос, он скорее открыл новое пространство для споров, он не снял все вопросы, потому что если международное право и применимо, то непонятно до конца, как оно применимо. И сейчас у нас продолжается процесс, буквально вот на протяжении последнего года государство, опять же, в рамках этого процесса ООНовского группа российских экспертов публикуют документы со своими национальными взглядами о том, как именно наизгляд международное право применимо к среде ИКТ, киберпространству. И, наверное, такой ключевой доклад был, доклад 2015 года, в котором был зафиксирован набор норм, правил и принципов, относительно которых государства согласились. Эти нормы, они не являются юридически обязывающими, и они как раз попадают в эту категорию мягкого права. То есть все согласились, что эти нормы звучат логично. Я не буду приводить полный список, вы можете посмотреть саму резолюцию, но речь идет, допустим, о том, что не нужно нападать на критическую инфраструктуру. У нас есть новый опрос, на кого должны быть нацелены кибернормы. Интересный опрос. Отвечу так. Да, пока перечисляют нормы, кстати, да, я приглашаю участников отметить, что в их понимании, да, на каких актерах они должны быть нацелены прежде всего. То есть чью деятельность должны как-то регулировать, да, и направлять. Да, ну вот еще одна норма, что государства не должны заведомо позволять использовать свою территорию для совершения международных противоправных действий с использованием ИКТ. государства должны изучать всю информацию, когда происходят инциденты и так далее. Всего этих норм, если не ошибаюсь, 11 норм. Ну, порядка, да, 10-11. Порядка 10-11. И доклад 2015 года, он считается всеми таким отправной точкой. Правда, он гораздо шире. Там не только список норм, там также указаны рекомендации о том, как можно государством организовать меры по укреплению доверия между ними, то есть создавать специальные каналы связи, вырабатывать, допустим, общие термины и так далее. Но, опять же, это довольно общие нормы, они не конкретизируют, как вести себя в конкретной ситуации. Более того, поскольку сфера применения киберсредств, она такая непрозрачная, всегда можно что-то сделать и не признаваться, что ты это сделал. И у нас, начиная с 2010-х годов, с кейса StaxNet, это как бы продолжается. Мы видим год за годом очередные примеры, когда что-то происходит, это не вписывается вот в общепринятые представления о том, как должны себя государства вести в киберпространстве, но, в общем-то, ничего не происходит, потому что привлечь к ответственности за это нельзя. После этого была еще одна неудачная группа правительственных экспертов, и одним из результатов этого стало то, что в 2018 году этот процесс, который был единый, в 2017 году он разделился на два. США вместе со своими союзниками и с еще многими другими государствами приняли резолюцию о том, что нужно продолжить вновь в формате группы правительственных экспертов составить 25 государств, то есть в узком кругу вырабатывать дальше эти нормы. Вместе с тем Россия выдвинула другой подход, который тоже встретил большую поддержку. Она сказала, что нам нужно прекращать вырабатывать эти нормы в узком составе и нужно уже открывать дискуссию для широкого круга государств, то есть приглашать сюда всех заинтересованных страны, членов ООН, и даже в какой-то степени вовлекать негосударственных акторов, прежде всего бизнес, организации гражданского общества и так далее. Этот формат получил название «Рабочая группа открытого состава», и сейчас, на протяжении уже третьего года получается, эти два формата действуют параллельно. Новый формат, который называется RGOS, по-английски OEWG, он очень интересный исследователям прежде всего, потому что в рамках этого формата публикуется огромное количество документов. По сути, любая организация, которая, даже не правительственная, которая участвует в этом, она может направить в секретариат этого процесса в ООН свое мнение относительно какой-то нормы поведения в киберпостанстве, и это будет опубликовано. Государства также предлагают всякие инновационные решения в этой сфере. В общем, процесс идет, и буквально в конце прошлого года были приняты новые резолюции в ООН, и оба процесса так или иначе продолжатся на обозримую перспективу. Некоторые считают, что это не очень удачно, потому что у нас раздваивается дискуссия, и не удается избежать политических конфликтов между странами. То есть, если у нас разногласия между Россией и США, Китаем и США, то они также транслируются и в сферу выработки кибернорм. Но есть и другой взгляд, что действительно, может быть, имеет смысл в узком составе продолжать работу над такими более конкретными какими-то нормами, а в широком составе вовлекать новые государства ООН, которые раньше не участвовали в этом процессе, в обсуждении, помогать им то, что называется капейсити-билдинг, то есть развивать свой потенциал и становиться более готовыми к тому, чтобы вообще обсуждать это и реагировать на угрозы и так далее. И кратко сейчас расскажу, что происходило на этом фоне. В общем, эта дискуссия, как вы поняли, даже из моего небольшого рассказа, она довольно была затянутая. Параллельно возникали разные региональные инициативы. Например, в рамках НАТО рассматривалось, есть такие два таллиннских мануала. Это документы, где эксперты стран НАТО рассматривали, как международное гуманитарное право применяется к конфликтам в киберпространстве. Тоже такой неоднозначный документ, потому что в России, допустим, считают, что это ведет к милитаризации киберпространства. В НАТО же считают, что если киберсредства могут применяться уже военными, то надо как-то обговорить, как это соотносится с международным гуманитарным правом. Были выработаны определенные меры доверия в рамках ОБСЕ, в рамках других региональных организаций. Но все это очень медленно было и не останавливало развитие кризисных разных ситуаций с киберпреступниками и часто с государствами или прокси-организациями, которые поддерживали государство. И параллельно с этим некоторые частные организации начали также заниматься продвижением собственных норм. Это очень интересный процесс. Мы только кратко его затронем. У нас есть несколько таких инициатив, наиболее, ну, не знаю, самые известные или нет, но одна из первых этих инициатив была выдвинута Майкрософтом, компания Майкрософта, она называется «Цифровая Женевская конвенция». Единственное дело в том, что по аналогии с Женевской конвенцией, которая была до этого, нужно принять новый документ, который будет касаться именно того, как государства должны вести себя в киберпространстве. На самом деле, многие нормы из этого документа, предложения, которые были сделаны, по-моему, в 2016 году, Майкрософтом, они пересекаются с тем, что уже обсуждается в рамках ООН, но так или иначе, здесь речь идет о том, что государства должны воздерживаться от атак на критическую инфраструктуру, должны воздерживаться от взломов личных аккаунтов журналистов и отдельных граждан, которые участвуют в электоральных процессах. Ну, то есть нельзя взламывать аккаунты кандидатов в президенты, допустим, и так далее, и так далее. Одновременно, ну, чуть позднее, при поддержке Майкрософта был запущен другой кодекс норм, он называется Cyber Security Tech Accord, то есть такое соглашение между технологическими компаниями, и там предлагаются нормы уже не для государств, а нормы для компаний частного сектора. То есть частные компании, которые занимаются, задействованы в IT-индустрии, они оказывают разные услуги как государствам, так и гражданам, и они, по сути, являются, ну, они составляют значительную часть вот этой международной инфраструктуры. И если они возьмут на себя определенные обязательства, то это уже значительно повысит безопасность в сфере использования ИКТ. Есть и не, как бы, не от фирм инициативы, а инициативы такие более гражданского общества. Например, есть такая организация, глобальная комиссия по киберстабильности. Это группа разных лидеров общественного мнения, бывших чиновников, которые на личном опыте знают, как вырабатываются государственные нормы, и они, как бы, в таком неправительственном формате вырабатывают конкретные нормы. Например, норма по невмешательству в информационную систему электоральных процессов или какие-то другие нормы. Ну, в общем, и они их продвигают для всех акторов. То есть все разные акторы и государства, частные компании и какие-то, допустим, локальные правительства, они могут взять на себя некоторые обязательства и что-то сделать. Ну и просто завершающий пример. Есть еще тоже такой относительно новый процесс. Это заявления, оксфордские заявления о том, как международный прав применяется к каким-то конкретным властям ИКТ-технологий. В этом году было два таких заявления. Это заявление, которое готовит группа ученых-юристов, где они говорят, что мы посмотрели на международное право, и вот следующие положения, они применяются к защите электоральной инфраструктуры. Следующее положение применяется к защите организации в сфере здравоохранения. И вот такие заявления, где довольно подробно расписано, как именно эти юристы понимают применимость международного права к конкретным областям, под ними ставят подписи десятки, иногда даже сотни юристов со всего мира. Ну, на мой взгляд, больше всего, конечно, из западных стран. Но это тоже своего рода частные попытки продвинуть некоторые нормы поведения в киберпространстве. У нас есть замечательный участник. Я просто очень боюсь назвать его неправильно по имени. Зарикто. Вы писали про, что такое киберпространство, да, что мы подразумеваем под этим, и про различные процессы, да, которые идут параллельно. Я так понимаю, что вы в теме, и, может быть, вы можете сказать несколько слов по этому поводу. Спасибо большое, да, действительно, Зарикто. Очень рад вас слышать. Спасибо большое спикеру. Да, у меня тут два вопроса. Просто один, первый, как раз, что мы называем киберпространство, когда мы говорим там, словно киберпространство, да, мы говорим о каком-то вот отдельном пласте сущности, который, ну, существует, и, по сути говоря, наши вот эти физические законы, они совершенно неприменимы к киберпространству. И это, ну, относится не только к каким-то гипернормам, да, между государствами, а относится к любому возгорательству, которое применимо к, к примеру, когда мы говорим там о там электронно-цифровой подписи, да, мы говорим там, что обычная подпись имеет такой же статус, как электронно-цифровая, к примеру. Таким образом, это один подход. Другой подход, мы говорим, что для цифрового мира нужны цифровые, как бы, законы, да, и, соответственно, для, соответственно, поведения государства, да, в этом русле нужно будет что-то другое. Вот это мой первый вопрос. Вот как вы считаете, скорее, вот первый вопрос или второй подход более правильный? Ну, смотрите, я сначала сделаю короткий комментарий, а дальше гости могут тоже что-то добавить. Касательно того, что считается киберпространством. Если вы читали документы, да, той же группы правительственных экспертов, на самом деле они не используют слово киберпространство. В этом-то и была главная загвоздка, о которой сказал Олег вначале, что первая группа-то не удалась им не потому, что не могли понять, что именно мы обсуждаем. И в итоге в ООН выработался такой консенсусный язык, и в резолюциях это тоже видно, они говорят об использовании ИКТ в широком смысле, а здесь уже каждая страна трактует в свою сторону, да, будь это чисто технологии или еще информация, которая идет, да, по этим сетям. И, соответственно, вот от этой проблемы они как бы отошли, да, то есть все время говорится об использовании ИКТ в контексте международной безопасности. А второй вот комментарий, который вы сказали, да, это все-таки мы опять возвращаемся к проблеме применять ли существующее международное право, да, нормы и законы, которые уже есть. Очень часто многие юристы пишут работы о том, что киберпространство, да, опять-таки мы возвращаемся к терминологии, можно провести аналогии с космосом, можно провести аналогии с открытым морем. Уже есть, да, какой-то свод законов, правил, норм и принципов, которые в принципе можно переложить на киберпространство им пользоваться. Но все равно есть нюансы, многие обращают внимание на то, что киберпространство обладает уникальными характеристиками, да, вот эта разграничность, децентрализованность, какая-то часть анонимности, да, все-таки присутствует, когда мы будем говорить об кибератаках, кибератаках, да, и атрибуции. И как бы вот просто взять и переложить нормы международного права, существующие, тяжело. И поэтому вот последующие итерации групп производственных экспертов, да, вот сейчас как разбьются над этой проблемой, как именно, да, вот это международное право, в том числе международно-гуманитарное право, применяется вот к ИКТ, да, в контексте международной безопасности. Коллеги, есть ли вам что добавить еще ко мне? Олег, Анастасия? Я хотела бы добавить, наверное, очень коротко по этому вопросу. Мне кажется, что вопрос очень грамотный и важный, и действительно интерпретации могут быть разными, но все же важно понимать, что Первый комитет ООН, который обсуждает нормы, не весьма четко, но все же очерчивает скоуп для нормы, для обсуждения. Это ответственное поведение государств, это даже не поведение не государственных участников, в киберпространстве. И последний, так называемый, нулевой драфт ООН или ОРГОС, он явно и открыто говорит о том, и упоминаю слово cyberspace, но все-таки они очень четко проводят параллель между вопросами, связанными условно с human rights, вопросами, связанными с киберпреступлениями. Это не вопросы, которые входят в повестку государств, которые обсуждают международные нормы для киберпространства. И тут стоит понимать, что это отдельный свой переговорный процесс в Первом комитете. Процессы, связанные с тем, как регулировать киберпреступность, например, это вопросы, связанные с Третьим комитетом ООН, и там ожидается запуск своей рабочей группы, все ждут, пока, правда, непонятно, когда это произойдет, и, возможно, там что-то тоже будет двигаться параллельно, и Россия как раз-таки является инициатором этого. Но тут все-таки хотела я просто подчеркнуть, что не всегда четко от точки до точки понятно, где заканчиваются границы того, о чем говорят государства, но скоп есть, и он, в частности, в последнем зеродрафте достаточно явно выражен. Дорикто, вы удовлетворены ответами, или вам есть еще что добавить или возразить? Ну, вопрос действительно такой, скорее, провокационный. Я действительно согласен с вами, с то, что есть какая-то проблема вот этого скопа, и даже если от нее отойти и придумать какую-то конструкцию условного применения в ИКТ, в интересах чего-то, да, это работает, но работает до определенного момента, пока мы не начинаем применять эти нормы и правила к определенным уже состоявшимся терминам. Например, если мы говорим о кибернормах, давайте представим, что мы говорим о концепции суверенитета, и сразу же вопрос, где заканчивается суверенитет, где он начинается. Тут тысяча вопросов, я с вами полностью согласен, это тоже, я как бы, просто вот, мне кажется, эта дискуссия, она настолько важна, насколько, как бы, ну, с нее стоит начинать, но, как бы, действительно, может быть, не стоит на ней и заканчивать дискуссию. Ну, кстати, про суверенитет в докладе как раз четко прописано, что вот этот принцип, да, суверенитет, он полностью применим кидает на станции. Вот, а вот уже как его применять, это уже проблема, да, действительно. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас получилось по опросу. Да, большая часть ответила, что нормы должны быть на цену в первую очередь на государство, и второе место идет бизнес, да. Причем тут, конечно, надо пояснить за бизнес, да, потому что всегда это такой собирательный актор, да, когда мы обсуждаем тему в терминах, да, кто является актором в международных дискуссиях по кибербезопасности. Но здесь надо понимать, что бизнес, он многолик. У нас есть компании, которые производят оборудование, да, железо. Есть компании, которые производят какие-то сервисные продукты, да, ПО, какие-то услуги облачные. Есть компании, которые специализируются на как раз-таки кибербезопасности, да, инфосек тот же самый. И все это как бы в совокупности у них у всех разные цели и задачи, разные интересы. Но тем не менее, да, бизнес понимает, что так или иначе вот эти нормы, да, и все, что происходит в том числе и в ООН на высоком уровне, так или иначе будет касаться их деятельности. И вот, как уже Олег сказал, Microsoft был как бы таким пионером, да, в том, чтобы на международной повестке продвинуть свою идею вот этой цифровой Женевской конвенции, выдвинул свои альтернативные нормы. Но как бы это не единственный кейс. У нас есть кейс TechEcker, да, ну, кстати, Microsoft там тоже участвует. Есть кейс Charter of Trust, это Siemens. Есть множество других более технических, да, инициатив. Но, тем не менее, они все так или иначе нацелены на то, чтобы предложить какую-то альтернативу. Потому что процесс в ООН, он все-таки буксует, так или иначе, это очень долго, это очень затратно. Да, вот мне в чате подсказывают Periscol. Но, кстати, с Periscol там немного все интереснее, потому что это как бы государственно-частная инициатива. Это Франция, это опять-таки Microsoft. И здесь как бы можно проследить, да, вот некое развитие в плюс, что бизнес видят, слышат, к ним прислушиваются и вот производят такие совместные инициативы. Так вот, к чему я веду? Что все вот эти альтернативные нормы, которые предлагает бизнес, они, скажем так, очень конкретные, да. Они, возможно, для пользователей будут звучать как нечто абстрактное, да, там, не предоставлять свою инфраструктуру, да, для осуществления кибератак, там, не участвовать в, там, осуществлении закладок или вот как раз-таки делать, Анастасия меня потом поправит, да, в Unmobility Equity Process, да, когда мы сообщаем как раз-таки о различных, да, проблемах, уязвимостях в своих продуктах. И тут встает, как бы, закономерный вопрос, если бизнес настолько вовлечен в эти процессы, да, как участник и как, собственно, иногда и жертва, потому что очень часто именно бизнес страдает, да, от кибератак, почему бы бизнес нам не пригласить, да, вот на как раз-таки площадку, да, дипломатическую? И, собственно, это-то и произошло в РГОС два года назад, когда сказали, что, ребята, так не пойдет, нам надо услышать мнение сообщества, да, широкого, не только государства, да, не только государственных экспертов, но и хорошо было бы привлечь к дискуссиям как раз-таки бизнес. И вот РГОС, работа РГОС близится к завершению, к весне они уже должны, по-моему, выпустить свой финальный доклад, и за время работы у них было несколько неформальных, да, informal meetings, неформальных встреч как раз-таки со всеми стейкхолдерами, на которых бизнес также предлагал какие-то свои идеи, нормы и какие-то свои позиции. И вот Анастасия как раз поделится с нами чуть-чуть тем, как Касперский, собственно, участвовал, да, в РГОС, какие предложения они давали, ну и в целом как раз расскажет о том, что вообще бизнес, да, в случае Касперского это как раз безопасность, делает на этом поприще, и что у него хорошо получается, где есть проблемы, препятствия, и над чем еще стоит поработать. Всем добрый вечер еще раз. Я подготовила слайды, и на самом деле хочу рассказать немного шире о том, чем мы занимаемся, и мы называем это направление кибердипломатии. Я как раз работаю в команде, чтобы просто дать контекст команде, которая занимается выстраиванием отношений с государственными органами. Я начинала прежде всего с Европейского Союза, потом стала работать в целом и на других рынках тоже. Буквально с прошлого года мы запустили отдельное направление в нашей команде, это выстраивание отношений с международными организациями, с национальными делегациями, с кибердипломатами, там, где они уже существуют, рядом неправительственных организаций. Все это мы емко называем кибердипломатия. Но это намного шире, чем процессы, которые мы сейчас упомянули в ООН, и я хочу больше об этом рассказать. Дайте мне знать, пожалуйста, если мои слайды работают. Работают. Отлично. Перебивайте, кстати, если есть вопросы по ходу. Очень кратко о нашей компании. У нас чуть более чем 4 тысячи специалистов по всему миру. Мы расположены практически в каждом государстве. У нас либо там есть небольшой офис сейлс-команды, непосредственно моя команда, это джар-команда. Мы работаем в Европейском Союзе. У нас есть человек отдельный, отдельный человек есть во Франции, человек есть покрывающий АПАК, это так называемый Азиатско-Тихианский регион, и человек, покрывающий Северную Америку. И мы здесь еще несколько людей. Вот вы, пучки, у которых как раз занимаемся более глобальными проектами. На слайде вы видите, прежде всего, команду так называемых наших элитных ресерчеров, которые занимаются исследованиями тех или иных операций, за которыми, как правило, оказываются либо участники, которые сопричастны или аффилированы с государствами, либо настолько advanced киберпреступники. Мне немного очень сложно говорить по-русски, простите, потому что большую часть работы я не работаю в России, работаю за рубежом и немного буду тормозить, в общем. Зачем мы запустили кибердипломат? У нас было на это три причины. Мы видели и слышали от наших коллег, которые занимаются непосредственно ресерчем в киберпространстве, и которые как раз расследуют крупнейшие операции. Мы чаще слышим о том, что киберпространство милитаризируется. И не только потому, что у негосударственных игроков появляется больше интерес, их методики и тактики становятся более, так скажем, sophистикерит, вовсе нет, а еще и потому, что государства сами все чаще стали выпускать пресс-релизы, анонсы, говоря о том, что у них появились свои достаточно продвинутые программы, не дефенс, а скорее, а фенс так называемых программ, в случае чего, если они будут готовы к наступлению в киберпространстве. Все это очень звучит как тревожный сигнал для нас. Это первая причина. Вторая причина — это риски так называемой институциональной фрагментации. Мы уже сейчас немного затронули эту тему. Киберпространство — это очень широкий круг вопросов. Это вопрос и защиты прав человека, это вопрос и гендерной повестки, это вопрос в целом регулирования КТ, конфиденциальности, защиты персональных данных и много-много другое. Формат и условно лэндскейп того, как, что и где эти вопросы решаются, он очень неструктурный. И риски того, что эти вопросы будут все больше делиться по отдельным закрытым клубам, государств, закрытым клубам, негосударственных участников. И вот эта фрагментация, она тренд, который появился не сегодня, не вчера, уже, наверное, много-много лет назад, сейчас становится еще более острым и все отчетливее виден. Почему для нас это важно? Потому что мы работаем, я уже сказала, практически в каждом государстве, на каждом континенте мы присутствуем. И таких компаний еще несколько, больших технологических компаний. Плюс то, с чем мы боремся, это кибер-угрозы, у них совершенно нет каких-либо границ. И для нас все сложнее становится работать, не понимая, где и что, какие правила, и что можно, что нельзя. В каждом государстве все чаще и отчетливо становится свой подход к тому, как они будут регулировать свою зону ИКТ. Если раньше об этом говорила, возможно, Россия, Китай, то сейчас об этом говорят в целом и страны западного мира о том, что у них тоже есть свое видение на том, как их зоны киберпространства должны регулироваться. И последняя причина, так называемая black box natura, даже не знаю, сказать по-русски, формат технологий алгоритмов. Это то, с чем мы прежде всего сами столкнулись несколько лет назад, о том, что многим нашим партнерам среди госсектора и не госсектора непонятно было, как работает в целом то, что мы продаем в нашей технологии. С этим столкнулись и другие компании, компании, которые непосредственно социальные сети. И на фоне того, что риск непонятен, как с ним вообще работать, есть несколько тактик. Некоторые государства принимают риск, начиная диалог с частным сектором, либо этот риск не принимают на себя, и некоторые компании условно не допускаются на рынок. То, что, например, сейчас мы видим, происходит в частности с Huawei. Вследствие этого я потом чуть больше расскажу, что мы сделали для того, чтобы повысить прозрачность о том, как наши технологии работают, о том, как наш продукт в целом работает и что происходит в киберпространстве. Об этом Олег сказал. Киберпространство — это его уникальная особенность. Действительно, в целом это непрозрачная среда. Она затеивалась и придумывалась как достаточно анонимная среда. Сейчас мы видим, что скорее это приносит в большинстве случаев риск, нежели чем какой-то профит. Вот эти три риска я хотела обозначить. Именно они послужили к тому, что мы запустили кибердипломатию. А кибердипломатию мы... Вот я выделила четыре площадки, где мы работаем. Методологически, структурно выстраиваем процессы и диалог. И это намного шире, чем просто процессы в ООН. В ООН, конечно же, есть РКОС. Там, где впервые с резолюцию, которую инициировала Россия, не государственные участники, такие как мы, можем, не то чтобы сказать напрямую участвовать, но мы можем делиться нашим мнением. И мы это делали. Мы отправили три документа с нашим видением, рекомендациями, комментариями по трафтам документов, которые были выложены председателем ДУКа. Ну и, пожалуй, это, наверное, все, что мы можем сейчас сделать. И мы действительно ждем марта, потому что в марте будет понятно, будет ли принят последний отчет, и чем закончится вообще РКОС. Это будет действительно очень сильный индикатор всему комьюнити и частному сектору, и гражданскому обществу, насколько способны государства договариваться. Спросите, если лично меня, ожиданий не очень много, и не очень много больших ожиданий этого добиться именно в марте. Но помимо этого в ООН для нас еще существует этот третий комитет, комитет, который работает с киберпреступностью. Там мы тоже выстраиваемые отношения, там, скорее, больше люди занимаются оперативными расследованиями, выстраиваемые отношения с Интерпол, Европол, с национальными крайми юнитами. И это вопросы, которые не входят в повестку дипломатов первого комитета, но они все равно для нас очень сильно важны. Вторая площадка — это так называемый форум по управлению интернетом, интернет-гаверненс-форума IGF. Мы здесь впервые поучаствовали в том году, поняли, что это очень классная возможность поговорить с большим количеством стейколдеров, опять-таки, как государственным стейколдерам, так и негосударственными. Если раньше, на мой взгляд, это было скорее нишевое мероприятие, то, наверное, с 2019 года, когда впервые мероприятие было проведено в Берлине, было видно, насколько важный круг вопросов, связанный и с гипполитикой, и с регулированием интернета, киберпространство выносится на IGF. Вот поэтому мы тоже там участвуем, присутствуем, планируем участвовать в этом году. Третий процесс — Женевский диалог. Он на самом деле звучит как выстраивание ответственного поведения в киберпространстве. Здесь, я думаю, что организатором, кстати, является условно-швейцарский МИД, федеральный департамент по международным отношениям, и те же самые люди, которые предоставляют Швейцарию в ООН. Но здесь процесс очень интересный, он фокусируется на том, как обезопасить киберпространство через выработку требований по безопасности для современных технологий. Швейцарцы поступают очень интересно, они собрали индустрии, прежде всего мы там, Microsoft, Siemens, Huawei и множество других компаний. В том году мы разговаривали о том, что это за самые базовые требования по безопасности, которые каждая компания должна выполнять, и тем самым гарантировать о том, что ее технологии не приводят к дестабилизации киберпространства. Мы выпустили короткий документ как группа, он был презентован швейцарскими министрами и SEO крупнейших компаний, там, в частности, Евгений Касперский в том году тоже презентовал документ. В этом году работа, кстати, продолжится, и мы больше будем говорить о том, что вот да, существуют условные нормы, которые, кстати, очень важно подчеркнуть, не являются обязательным чем-то. Нормы, они так и звучат, как not binding, они добровольные нормы, и они не являются в этом плане международным правом или жестким законом. На вопрос все равно, как эти нормы, которые не очень всегда понятны отдельным государствам, а тем более они уже непонятны частному сектору, как их нужно реализовывать, что для этого нужно делать, как их сделать более, условно, юзер-френдли для частного сектора, особенно для маленьких и средних компаний, у которых нет ресурсов на то, чтобы познавать всю динамику переговоров в ООН. И последний процесс для нас, Парижский колл. Интересный действительно кейс в этом году, это скорее такой пре-аннусмент, Парижский колл запускает несколько рабочих групп. Нас, кстати, пригласили быть сопредседателями в одной из рабочих групп. Мы будем работать над тем, чтобы больше говорить о том, как распределяются роли и ответственность между гос- и не гос-сектором в обеспечении безопасности соплачей. И последний кейс как раз с атакой на федеральное правительство США, SolarWinds так называемая, очень попала в повестку. И вот как раз мы собираемся больше смотреть, как эти роли с точки зрения законодательства и в целом с точки зрения подходов разных региональных и государственных к регулированию определяются на каждом рынке. Анастасия, пока вы не перешли к следующему разделу, вот у нас есть вопрос в чате, что нужно, чтобы ваша компания заинтересовалась, я так понимаю, в участии в той или иной многосторонней площадке. Как раз, или кто спрашивает. Хороший вопрос. Я на самом деле хочу сказать, что я выделила 4 площадки, на самом деле их еще больше и больше становится для меня лично, и это и здорово, и скорее небольшой минус. Здорово, потому что мы видим, что каждый создает свою инициативу и по-своему инициатива закрывает ту или иную проблему. Минус, потому что в чем-то иногда усилия повторяются, люди начинают делать одно и то же, и вопрос стоит такой, а как нам правильно свой ресурс условно использовать. Мы выбираем с точки зрения приоритетов. У нас есть четкое понимание о том, где мы работаем, какие рынки для нас важны. Мы понимаем, я больше в том году окунулась и стала читать, и понимать, как в целом, в чем проблематика в ООН, в чем условный водораздел происходит между группами государств, условно, между теми, кто поддерживает точку зрения Евросоюза, Штатов, и точку зрения, которая более близка России, Китаю, Ирану, Кубе. И вот тут скорее мы понимаем, что у нас возможности не безграничны, и мы условно не Microsoft, в этом плане мы очень сильно от них отличаемся. У нас очень четко своя ниша, мы технические эксперты, и мы поэтому не говорим в большей степени международном праве о том, как оно должно применяться. У нас тут совершенно нет экспертизы, мы не знаем, как это должно быть. Это вопрос межгосударственных переговоров. Но мы выбираем те площадки, где нам позволяют как раз-таки делиться своей технической экспертизой. В ООН так называемый вот этот фреймворк, там не только нормы международного права, там еще есть условные confidence building measures, такие вещи, которые обсуждает государство о том, как усилить доверие между ними. Вот это как раз направление для нас очень сильно интересно, потому что мы там как раз позволяем выстраивать каналы коммуникации, больше взаимодействия в случае какого-то киберинцидента с государствами. Тут мы больше вовлекаемся. И есть еще одно четвертое направление, capacity building. Честно, не знаю даже, как это сказать, как это по-русски. Наращивание потенциала. Да-да-да. Вот тут тоже мы, в частности, вовлекаемся очень сильно. Женевский диалог – ключевой пример наращивания потенциала. Как? Потому что Женевский диалог – это площадка, которая позволяет связывать компании из Африки, из Азии, из Штатов, компании, которые сталкиваются с проблемами, которые такие, как Huawei. И сейчас видно, что Huawei действительно вежливо не пускает ключевым платформам, а Женевский диалог им дает возможность говорить о том, что действительно важно. И это здорово. И тут мы присутствуем. В общем, критерий простой. То, что мы знаем, умеем, где мы видим возможность применить наши умения, туда мы, в общем, и идем. Вот как-то так. Хотела кратко вот здесь на слайдах суммировать, а за что мы на самом деле, так сказать, выступаем в частности РВУГОС. И вот я упомянула, что мы отправили три бумаги с рекомендациями, которые на самом деле консолидируют мнение не только нас, команды JAR, но и команды наших ресерчеров. И если кратко, вот здесь можно видеть, что в частности мы говорим о том, что нормы и капасти Белл-Ринг, и вот эти меры по наращиванию недоверия, это все очень здорово, но важно двигаться к тому, чтобы эти меры работали. И тут, наверное, мое личное мнение такое, что нормы нужны или нормы, или нет. Спорный вопрос. Думаю, что они нужны, но в большей степени, наверное, сейчас, когда условно геополитическая обстановка не всегда позволяет быстро договариваться между государствами, а государства — это все-таки участники, которые могут договариваться, они не государственные участники. Важнее скорее работать над отдельными практиками и выработкой отдельных рабочих механизмов. Это с точки зрения статуса что-то менее тяжеловесное, чем нормы с точки зрения международного права. И, на мой взгляд, более рабочее, прагматичное, конструктивное направление работы, где можно реально добиться успеха и какого-то сдвига в том, чтобы лучше бороться с киберугрозами. Это первое, за что мы выступаем. И выступаем за то, что нужно работать не только государствами с государствами или государством с индустрией, нужно привлекать и академию, нужно привлекать и гражданское общество. И в целом люди сами по себе, пользователи, они тоже, условно, живут в киберпространстве, и мы не можем говорить об ответственном поведении только лишь государства. Второй момент. Существуют в дипломате в целом механизмы для предотвращения конфликта. Они пока непонятны, как их применять к киберпространству, если конфликт какой-то возникнет между государствами или между частным сектором, операторами критической инфраструктуры. Потому что критическая инфраструктура очень часто принадлежит частному сектору, но она подвержена большому строгому регулированию государств. И если киберинцидент возникает там, то вообще, на самом деле, непонятно, и мы слышим от наших партнеров, что им делать. Первыми, кому они звонят, звонят они, условно, нам или другим провайдерам киберрешений, а не государству. И это большой вопрос. Как должно быть и какие ожидания здесь от государства. Третий момент, мы выступаем за то, чтобы с точки зрения регулирования и понимания того, что это за набор требований, которые нужно сделать, чтобы обеспечивать безопасность критической инфраструктуры, эти вопросы должны быть прояснены. Они где-то очень здорово прояснены, условно, в Европейском Союзе. Европейский рынок вообще один из самых зрелых в этом плане. И видно, что многие государства, в частности, копируют или следуют примеру тому, что делается в странах ЕС. В Штатах свой подход, но он тоже достаточно зрелый. Я могу выделить Австралию, Сингапур, может быть, еще Индию, Китай, безусловно, со своим подходом. Но в других странах очень пока на первоначальных базовых стадиях понимание о том, кто главный регулятор. Нужно ли, условно, операторам критической инфраструктуры какую-либо информацию вообще поставлять о том, что происходит у них на производстве с инцидентами. Что делать, если инцидент произошел? Эта область настолько остается непрозрачной, что вот как раз мы говорим не о том, что только это нужно делать, но и это должно быть унифицировано между государствами. И здесь мы не видим никакого другого уровня, как ООН, где можно апеллировать сразу ко всем государствам. Четвертый пуль – это о том, что необходимо повышать резилинс, так называемую, supply chain. Он очень близок к тому, когда мы говорим о том, что необходимо укреплять законодательство в области защиты критической инфраструктуры. Но там сейчас эта тема особенно становится такой чувствительной и геополитизированной. Опять-таки, пример Huawei – пример очень яркий, потому что здесь очень много других вопросов связано, и их нужно разграничивать. Но в целом, опять-таки, ООН – это единственная, наверное, платформа, площадка для частного сектора и для нас, где мы можем сказать свое мнение, и мы не видим больше другой платформы, где нас такое большое количество государств сразу может услышать. И последний вопрос – повышение прозрачности о том, что происходит в киберпространстве. Я здесь сказала, это очень так емко и не очень понятно, но в наших документах мы достаточно конкретно об этом пишем. Мы говорим о том, что государства должны быть более прозрачные, публиковать о том, в чем их приоритеты. Военные стратегии, гражданские стратегии, в том, как они работают в киберпространстве. Вопрос о том, как Илона затронула процесс, так называемый vulnerability and equity process. Эти процессы пока институциализированы только, возможно, в Штатах, на уровне рекомендаций существуют в Австралии, в Сингапуре, но пока везде этот процесс такой очень теневой. И если условно государственный, не государственный участник, известно об уязвимости в крупнейших технологиях, которые настолько важны, критичны, взять какой-нибудь мессенджер или интернет-провайдер, если кому-то известно о крупнейшей уязвимости в этой технологии, и он намеренно скрывает информацию об этой уязвимости, и есть полагание, что так и происходит сейчас, не только с точки зрения негосударственных участников, но и государств тоже, то это большой риск. И как раз мы говорим о том, что прозрачность и ответственность в этом плане должна быть повышена в разы. Я уже упомянула, что у нас свой ответ на то, как таргетировать ряд вот этих проблем, которые я обозначила, наш ответ называется как информационная инициатива информационной прозрачности или Global Transparency Initiative. Она была запущена в 2017 году, и я вот как раз последние три года занимаюсь с командой этой инициативы. Что мы делаем? Очень кратко на слайде мы таргетируем разные проблемы разными решениями. Вопросы, связанные с конфиденциальностью данных, мы запустили программу релокации данных и того, чтобы мы теперь предоставляем доступ вообще смотреть, как мы работаем с данными. Мы запустили сеть центров прозрачности для того, чтобы больше рассказать о том, как наши технологии работают, а также под определенными условиями даем доступ даже к нашему исходному коду, чтобы люди могли понимать, и специалисты, как наши технологии работают, и нет этих самых закладок, заплаток и прочего. Независимые трехсторонние аудиты, отдельный вопрос было тоже проведено с целью, когда мы услышали вопрос и консерн от одного регулятора. Мы это сделали таргетировано на существующую проблему. Ну и последнее, хочу здесь отметить, Cyber Capacity Billing Program, это то, что мы запустили в том году, это сеть тренингов, которые мы предоставляем государствам, университетам и компаниям, для того, чтобы помочь им повысить понимание о том, как бороться с рисками, с оплачен рисками, как выбирать тот самый доверенный софт, и как и что нужно делать, что за меднабор контролей и практик нужно условно провести, чтобы понимать, какому софту можно доверять, а какому нет. Вот эту программу запустили в том году, чтобы помогать еще людям и научить их, как ревьюить исходный код других технологий. Ну и в этом плане, на самом деле, мы видим, что наша GTI-программа помогает реализовывать, по крайней мере, две нормы, которые сейчас существуют. Одна из этих норм звучит как, государства необходимо должны работать и сотрудничать, для того, чтобы обеспечить целостность соплачейна. И здесь, что мы делаем, мы, в частности, запустили ряд этих мер для того, чтобы повысить product security, через, условно, повысить того, как убедиться в том, что слов доверенный. И вторая мера, вторая норма звучит, что государствам необходимо ответственно подходить к нотификации и информированию о том, какие уязвимости существуют в технологиях. И тут мы, на самом деле, еще несколько вещей сделали. Тут написано, что мы опубликовали этические принципы, но в целом мы подошли к более, наверное, структурной системе, мы запустили целую программу того, как мы работаем с уязвимостями. У нас кейс уникальный, потому что не только мы принимаем информацию об уязвимостях в наших продуктах, но и наши ресерчеры и мои коллеги активно ищут эти уязвимости в других компаниях. И тут такой был вопрос о том, а как мы, на самом деле, можем доказать, что мы не скрываем эти уязвимости. И для этого мы запустили отдельную программу, для того, чтобы можно было прийти и убедиться в том, как мы работаем с сознанием и как мы вообще обращаемся с найденными уязвимостями в чужих технологиях. У меня всего два слайда последних. Примеры просто того, что мы сейчас активно делаем. Вот здесь на слайде видно моего коллегу из французского Great, это ресерчер, а здесь другого моего коллегу. И таких, на самом деле, моих коллег, которые занимаются очень сложными расследованиями порой тех киберкомпаний, которые могут быть атрибуцированы на техническом уровне государством, у нас таких коллег порядка 30, и все эти люди иногда, мы когда общаемся, разговариваем, мы понимаем, что люди, которые занимаются ресерчером, люди, которые работают в Интерпол, Европол, и люди, те самые кибердипломаты, все говорят, все делают вроде бы одну и ту же работу, но говорят буквально о своем. И очень часто не понимают о том, как мир каждого из них устроен. Мы решили попробовать хотя бы немножко улучшить эту ситуацию, не то чтобы ее решить, и запустили ряд своих так называемых комьюнити-токс по кибердипломатии, запустили в специальном неформальном формате, не для того, чтобы говорить очень долго и то, как это делают кибердипломаты, а скорее по существу и в рамках всего часа. У нас уже были два-две сессии, мы говорили с дипломатом Франции, представляющим Францию в ООН и Интерпол, и вот буквально сегодня у нас прошла сессия, когда мы обсуждали, существует ли вообще сейчас в международном сотрудничестве какие-либо механизмы взаимодействия, если крупнейший инцидент происходит в критической инфраструктуре, а критическая инфраструктура находится не только в рамках одного государства, а в рамках нескольких государств. И таким образом под этот киберинцидент попадает несколько государств тоже. И мы спрашивали сегодня об этом посла из Швейцарии, она представляет Швейцарию сразу в двух процессах, РГОС и в GGE, в группе правительственных экспертов. Мы говорили об этом как раз с представителем третьего комитета ООН, который занимается на операционной основе расследований киберпреступлений. И у нас был сегодня первый новый формат о том, как мы позвали еще и представителей Академии, и скорее полиси перспективы узнать, что думают вообще об этом те самые полиси ресерчера. Вот. И мы еще планируем на самом деле три таких токс провести, а потом подготовить очень краткую бумагу о том, что мы услышали от кибердипломатов, что мы услышали от организаций таких, как Европол и Интерпол, что мы услышали от киберресерчеров, в частности. Это будет большой, наверное, урок для меня, что я услышала от своих коллег. И планируем ее отправить, опять-таки же, в группу РКОС и поделиться со всеми делегациями. Это все с моей стороны. Спасибо. Тут есть вопрос в чате. В чем финансовый бизнес-интерес частной компании типа Касперского в участии в IG-процессах? То есть не имиджевая цель, а именно коммерческая. Какие есть прагматические ожидания и на какой временной дистанции? Очень хороший вопрос. На самом деле, ответит, что я пока не вижу никаких, на самом деле, коммерческих у этого профитов. Их, наверное, нет. Может быть, они есть какие-то в очень long-term перспективе. И это, на самом деле, одна из вещей, которая, когда ты работаешь в корпорации, когда ты работаешь в компании, есть всегда четкое понимание. Все, что ты делаешь, ты должен понимать, как это соотносится с бизнесом. И тут я, конечно, очень волновалась, когда запускала эту кибердипломатию, это направление, потому что здесь четкой связи с этим нет. Поэтому вот такой мой вопрос. Это скорее не то, чтобы и имиджевая история, потому что здесь мы очень часто не сами говорим, что мы делаем, мы пытаемся понять, что делают вообще другие. И как-то скорее соединять людей из разных областей, говорить вместе. Это определенная история про то, как понять, а где существуют пробелы, которые мы со своей технической экспертизой можем запомнить. Вот это скорее история про это. История про то, как можно на ранней стадии увидеть риски, и законодательные риски, и репутационные риски, и имиджевые риски на тех или иных рынках, и как их на ранней стадии можно предотвратить. Потому что действительно уникальная возможность сейчас это написать документ в ООН, это напрямую разговаривать с отдельными кибердипломатами, с отдельными делегациями. Очень часто это люди, которые не имеют бэкграунда в том, как вообще работает киберпространство, у них нет технического бэкграунда, но те люди, которые открыто спрашивают и говорят, а что для вас важно. И это очень здорово. Вот я бы сказала, вот такие ключевые, наверное, мотивы для нас. На самом деле, Анастасия сейчас резюмировала вообще всю суть всех процессов, которые завязаны на управлении интернетом. Причем в широком смысле. Тот же IGF или какие-то локальные вещи типа переговоров по кибернормам. И их на самом деле большое-большое-большое количество. И это действительно история не про какую-то коммерческую выгоду, это действительно история про диалог, про поиск, да, вот этих общих проблем, общих болевых точек и поиск каких-то совместных решений, потому что в одиночку одним стейкхолдером все эти проблемы не решить. Давайте посмотрим, что у нас получилось с опросом. Опрос у нас получился... Ну, мне кажется, здесь сыграло роль то, что про бизнес очень много рассказывала Анастасия, да, реальные какие-то инициативы, поэтому большая часть склонилась именно к тому, что бизнес все-таки эффективнее, да. Но у нас есть два человека, которые ответили другое. И было бы здорово услышать, что они подразумевали, да, под этим другим. То есть кто, на их взгляд, имплементирует кибернормы лучше, да, чем государство и чем бизнес. Кто может высказаться по этому поводу из тех, кто голосовал за другое? Я могу высказаться. Андрей, давайте. На самом деле, вот, как мне кажется, да, согласно принципу мультистейклдеризма, того самого, о котором мы всегда говорим, и который должен быть действительно имплементирован в полном объекте, вот этих норм, да, должны выигрывать все. Не только бизнес, но и государство. Ну, также он должен быть энд-юзер-ориентирован, на мой скажем, эти нормы. Потому что, в конце концов, они регулируют не железо. Понимаете, в чем дело? Вся история интернета, она показывает то, что для регулирования железа никаких норм не нужно, да, а нормы нужны тогда, когда появляются юзеры, и когда появляются их, скажем так, права, обязанности и так далее. Весь комплекс, так сказать, прав, которые они в этом интернете реализуют, и в свой интернет. И вот в этом случае нам необходимо уже, так сказать, вот эти нормы имплементировать, их соблюдать и так далее. В конечном счете, в интересах юзеров. Ну, в интересах всех, мне кажется. Вот что я могу сказать. Ну, вот юзеры, вы имеете в виду обычные пользователи, как мы с вами, или мы тут тоже вводим иерархию юзеров, да, государство, как юзер, да, компании? Все юзеры, все юзеры. И государство тоже, и компании тоже. А компании, в конце концов, вы публичные функции выполняют, когда, например, ну, приведу маленький пример, когда вы занимаетесь, вы являетесь провайдером электронной почты, например, вы реализуете тайну переписки как конституционное право гражданина, или нет? И как право, которое гарантировано международными актами о правах человека? Вот это вот такой вопрос. или когда вы оставляете, вы занимаетесь, так сказать, формой у вас для комментариев, там, подновостными какими-то и так далее, источниками, вы будете соблюдать свободу слова как конституционно-правовой принцип, или не будете? Это тоже вопрос, на самом деле. И в конечном счете вот эта вот история там с Трампом и Твиттером, самая последняя там, которая была, да, которая высветила эту проблему, то, что компании выполняют публичную функцию тоже, наряду с государством. И они тоже, так сказать, должны быть responsible for human rights отчасти, на мой взгляд. Вот когда возникает human rights, тогда вот, тогда проблематика управления интернетом, она, так сказать, она как бы высветляется в неком ином ракурсе. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Вот я вижу комментарии в чате, который вот просто обозначил краегольную проблему у Антона Серго, что бизнес не может предлагать, может предлагать идеи, но не имеет возможности формировать национальную правовую систему. Да, и в этом как бы вся проблема, да, почему мы говорим о кибер-дипломатии под вопросом, потому что, ну как бы, да, идея есть, а вот как это превратить в законы, да, тут без государства не обойтись. Но мы сейчас говорим как раз-таки об притворении вот этих норм, пусть они даже софт, да, пусть они нон-байдинг, но притворение в жизнь. И вот на ком, получается, лежит вся вот эта ответственность и, собственно, техническая реализация, да. Я просто хотел сказать, как просто последнее слово с точки зрения конституционного права, да, как Конституция трактует нон-байдинг, эти нормы. Мы вспомним, что есть у нас такая категория, как общепризнанные принципы международного права. И, в конце концов, всеобщая декларация прав человека, это тоже нон-байдинг нормы, это не международный договор. И, тем не менее, оно стало, так сказать, одним из краеугольных принципов, в конце концов. Именно так. Я вот тоже один из тех, кто ответил таким другое. Я, на самом деле, таким образом пытался, как бы это сказать, заявить о своем неприятии вот этой альтернативы государства или бизнеса. Конечно, другое. Вот, и Анастасия говорила в своем замечательном выступлении, очень понравилось, спасибо большое. очень много правильных мыслей и главное, как бы это сказать, цели. Цели. Вот, ответственный бизнес, на мой взгляд, должен заниматься этим. Ну, достаточно крупный, конечно, о малом бизнесе у него нет ни сил, ни интеллектуальных, ни денег на это. А вот ответственный, достаточно большой бизнес, особенно такой, вот, Касперский лад, я с большим интересом и вот, радостью видел ваше выступление на ИЖФ, послушал его и вообще вот эти инициативы бизнеса, я с удивлением пока не вижу группа IB в этом качестве, я не вижу Яндекса в этом качестве, я не вижу Мейл.ру в этом качестве и очень плохо, мне кажется, это, что нету такого, я не вижу, может быть, я недостаточно внимательно гляжу на это пространство, но вот как глядел, вот так и не увидел. Про группы IB у меня, кстати, есть маленькая ремарка, как раз таки они расширяют свою деятельность, да-да-да, я знаю, конечно, но как бы когда мне разговаривало, говорили, что как бы они вообще практически не принимают никого участия. Ну так вот, мне кажется, что вот то, о чем говорил Андрей, я с чем согласен, но а вот то, что сказал Антон, Серго написал, Антон, здрасте, давно не виделись, очень жаль, очень рад, хотя бы так. Мне кажется, есть одно противоречие, оно глобальный характер носит. Противоречие между интернетом, который by design, сущность глобальная, не имеющая границ, и концепция national state, которая суверенитет и все остальное, границы, визы, внутреннее законодательство, международные договоры и так далее. вот это противоречие, оно не представляется принципиальным и оно таково, что никакие договоренности, на мой взгляд, никакие договоренности между государствами вообще нельзя считать надежными. И даже вот Будапештская конвенция, уж достаточно простая договоренность, которой так и не присоединились все государства, а некоторые умудрились подписать, а потом отозвать свою подность. И это достаточно простой документ, достаточно простые вещи там зафиксированы, однако же вот. Поэтому я представляю так, что направление международных договоренностей и ООН как механизм и ITU как значит ООНовская контора это не то место, где можно найти решение. Я полагаю, что вот ввиду того, что интернет таков, информационное пространство, которое интернет формирует, таково, поэтому проблему нужно решать на негосударственных площадках в принципе. Государства там должны иметь свой голос, но как один стейкхолдеров, не более того, и уж точно не иметь никаких прав вето, и уж силовые тоже действия не должны совершать. Я понимаю, что это немножко звучит странно сейчас, как все привыкли, что вот государство и все, что сказали, то и будет, особенно территории своей, там, со своим суверенитетом, что хочу, то и врачу, никто мне не указ, не замайте, потому что мой суверенитет. Да, к этому все привыкли, но от этого надо отвыкать. Поэтому вот негосударственные площадки, государство участвует, да, бизнес, социум, значит, академия, конечно же, и пользователи простые через объединения какие-то. И здесь может быть не очень хороший, не очень качественный пример, но Айкен. Вот государство, там ГАК есть, замечательно. Они там шумят, конечно, вот мы хотим иметь больше вес, ну и на здоровье, пусть шумят. Один из стейкхолдеров. А в ГАК, между прочим, участвует столько государств и международных организаций, сколько, по-моему, больше нигде, кроме ООНа, нет. Я, может, опять же, ошибаюсь, но я что-то когда-то пытался найти, где это больше, но нет, не нашел. Поэтому в первую очередь в этом процессе должны участвовать операторы глобальных IT-сервисов и операторы глобальных информационных сервисов, которые, ну вот, безопасность, например, такие, как Касперский Lab, группа IB. И вот что нужно. Я понимаю, что это очень сложно, я понимаю, что сейчас государства будут даже мешать этим процессам, однако вот последнее проявление с тем же Трампом, которого забанили, это же, между прочим, не Трампа забанили как человека, это мое понимание, не как личность, а как государственный институт, между прочим, он президент. Люди, возглавляющие бизнес, приняли решение забанить президента. То есть государство получило от социума вот такой вот ударники. И мне кажется, я не могу и не хочу оценивать, хорошо это, плохо, правильно сделали, неправильно, неважно. Важен сам факт, само событие. Вот это событие очень важное, на мой взгляд, именно тем, что это удар от социума по государству, по государственному институту, человеку конкретному, конечно, представляющему институт, потому что государство безликое, без власть придержащих, без государственных институтов и людей, которые там что-то делают. Вот, собственно, площадки нужны, нужно много площадок, потому что, как не может быть закона обо всем, так не может быть одна площадка для всего в киберпространстве. нужны разные площадки, их нужно много, их надо формировать, их нужно создавать, создавать должны, наверное, бизнес, у него есть ресурсы для этого, а приглашать и пользователей, и академию, и других стоихолдеров, и государство. То есть, идти от себя, а не от государства. Вот, что, мне кажется, должно быть. Спасибо. Спасибо. Можно высказать два слова буквально, вот, ровно буквально два слова. Ответ на комментарий. Ответ на комментарий. Просто, может быть, нам действительно хотелось бы, нам действительно попытаться выработать, хотя бы, не знаю, в качестве интеллектуального упражнения такого, эти нормы, поговорить об этих нормах, какие они должны быть, и попытаться сделать что-то вроде модель, ну, не знаю, модель, не модель, какие-то модельные нормы, о которых можно потом говорить. В этом сущность, на самом деле, моего такого предложения. Ну, модельные нормы уже у нас есть, но они, опять-таки, не могут быть себя неблющими, да, по интернету. У нас есть нормы, вот, конкретно касательно безопасности, да. Ну, вот, я вижу большой комментарий в чате, на эту тему как раз у Вадима, рыбалка, я предлагаю ему озвучить этот комментарий устно. Вадим. Да, здравствуйте. У меня могут быть бытовые швы, поэтому буду краток. В целом, да, есть некое ощущение, что вот все механики ООН, структура, она проходит мимо реальности, и в том числе, кстати, вот Михаил, в принципе, мы здесь озвучил практически полностью, есть необходимость того, чтобы площадки, они не только делали бизнес, они еще выступали площадьми, и эти площади даже тоже, они не могут иметь права их просто закрывать в ровном месте, либо ограничивать на этой площади возможности одних по решению другим, поэтому как бы здесь есть некий уже суверенитет площадок, скажем так, может, вот свой избыток это как бы государство, у него есть свои законы, своя полиция и прочее, и, видимо, государству не нравится, вот тот вот момент с Трампом, действительно, некая площадка, некий бизнес просто сказал, что он нам не нравится, и по факту здесь в этой среде, именно на французской среде мощность, скажем так, площадки казалась больше, чем мощность государственного какого-то института, и возможно, что, в принципе, это новые нормы, просто они не очень понятны, не очень приятны государству, и эти нормы стоит как-то начать прорабатывать именно в том числе не от государства к пользователям, а от стейкхолдеров, таких вот более интересантов, в сторону государства и государства не должны вмешиваться сильно, они могут только что-то признавать, мне кажется. Ну, смотрите, давайте вернемся все-таки к теме дискуссии. Мы сейчас ушли прям вот реально в такое глобальное обсуждение интернета в целом, но если вы помните, мы начали с того, что у нас нормы, международные нормы в киберпространстве, все это касается безопасности, а очень многие акторы все время топят положение, что безопасность это преррегатива исключительно государства. И как нам тогда в том случае быть, если поставщиками безопасности является бизнес, реализация, за реализацию безопасности, за решение отвечает опять-таки бизнес. Государство опять-таки нанимает бизнес, чтобы защищать свою политическую инфраструктуру. Вот как тогда быть? Неужели мы можем бизнес выключить из процесса и просто ультимативно им спустить нормы, которые, дай бог, когда-нибудь государство обсудит и придут в консенсус? Да, вот эти нормы отвечают всем нашим интересам, и вот все, теперь мы будем соответствовать. Что делать тогда в таком случае? Как мне кажется, здесь надо сначала понять, что такое те самые риски и в чем они заключаются. Риски могут быть разные, могут быть риски криминальные, а могут быть риски в том числе, скажем так, мысли преступлений. И не очень понятно, что является риском, честно говоря, в данном контексте этого вопроса. Если мысли преступления, то здесь как бы не очень понятно, кого за что наказывать и вообще криминальные риски, исключительно криминальные, наверное, все-таки стоит работать с полицией. То есть это нормальный процесс, единственное, не нужно его, конечно, здесь политизировать, чтобы не получилось как сейчас. Смотрите, вообще есть такое четкое разделение между киберпреступностью с cybercrime, и оно даже вот вон есть, и все, что касается cyber security с точки зрения безопасности. И мы сейчас говорим именно про международную безопасность. И здесь у нас вопросы, скажем так, даже не локального характера, зломов каких-то, а именно когда эта проблема, какая-то угроза поступает из-за рубежа. И тут мы как раз сталкиваемся с вопросом, кто актор, государство наслало эту чуму на наши сети, или это какие-то хакеры, или они действуют по приказам и так далее. Ну, я вижу запрос от Анастасии как раз-то прокомментировать. И еще у Андрея Романова тоже были комментарии. Давайте сначала Анастасия, а потом Андрей. Спасибо. Я хотела прокомментировать дилемму, которая вот была озвучена. Компании поставляют решения по безопасности, компании вырабатывают эти решения по безопасности, почему компания условно, ну, или в широком смысле частный сектор не может принимать участие в выработке норм. Это действительно так, и если читать документы ООН, РКОС, то не только частный сектор не может принимать участие, но и имплементация норм лежит на плечах государства, а не частного сектора. Никто другой не подразумевает, что он будет эти нормы реализовывать, соответственно, нести ответственность. И вот тут такой ключевой момент ответственности. А почему вот так вот ответственность распределяется? Мне кажется, очень важно понимать, что здесь, наверное, хорошо подскажет тот, кто силен в политологии в целом и в том, как конструировалось общество и государство в целом как конструкт, государство неспроста наделено такими функциями безопасности в целом и ответственности за определенный набор, определенное число граждан, условно. компания эту ответственность нести не может. И это объективно нужно понимать, что компания и любая другая организация, неправедственная организация, гражданская организация, она не может выполнять эти функции, потому что ее ресурсы ограничены с точки зрения права, она не может это делать, и не каждая организация хочет это делать. Если, как мне кажется, мы будем говорить о том, что нужно повернуть процесс в какое-то другое русло и сделать так, что государство не занимает лидирующую позицию, то здесь есть, конечно, свои плюсы о том, что действительно не всегда государство обладает большей экспертизой, и как раз-таки мы получим возможность избежать, условно, каких-то геополитических рисков вот этих ссор, которые мы сейчас наблюдаем, и заниматься делом, заниматься безопасностью интернет-среды. С другой стороны, мы получим, возможно, другой риск, о том, а кто та самая последняя инстанция, которая может, условно, рассудить большое количество организаций, у которых свои понятные интересы и набор ограниченных своих возможностей. И, как мне кажется, очень важно сохранить вот те конструкты, которые были заложены, могу ошибаться, после Второй мировой войны, это конструкты вот этого института международного мира, и тоже стоит понимать, что такое ООН. ООН – это коллективное мнение государств, это не отдельная какая-то инстанция, которая действует поверх или низ, или параллельно государствам, это коллективное мнение государств. И в этом плане, мне кажется, мы находимся в какой-то сбалансированной ситуации, не всегда в идеальном понимании каждого из нас, что это сбалансированная ситуация, но так или иначе, да, мы говорим, что multi-stakeholderism очень важен и очень нужен, и мы видим, что не каждый государств это поддерживает, и это пока все еще не реализуется, но важно, что государство обладает определенной функцией ответственности, и важно, что международное право регулирует отношения между государствами, и если возникает какой-то международный конфликт, о котором пока написаны книги, и мы его еще в реальности не видели, очень важно понимать, что ответственность за сохранность граждан будет лежать на государствах, и это тут я скорее говорю с точки зрения как простого пользователя, простого гражданина тоже, потому что тогда непонятно, как будет решаться большое количество споров и интересов между таким большим количеством разных организаций, и опять-таки же, а еще потому, что даже частный сектор это не какая-то гомогенная структура, среди частного сектора есть, было сказано, инфосек, есть те, кто занимается контентной частью, и у каждой из них свое видение, свои ценности и прочее. И в общем, мне кажется, что это очень здорово, что у нас есть институты несовершенные, но они есть, где государства, они могут регулировать, и они уже умеют на протяжении многих лет регулировать эти конфликты. Да, сейчас мы имеем дело с киберпространством, и важно учиться, наверное, больше слышать, и не государственных игроков, определенно важно, но ответственность у каждого, наверное, своя. Спасибо. Так, Олег и Андрей, у вас на одну тему, да, комментарии по поводу этой делены? Ну, можно я, Илона. Я вот хотел, может быть, немножко опереться на то, что говорила Анастасия, что любые нормы, они начинают работать тогда, когда они имплементированы в национальное законодательство. Тут этого никак не избежать, и даже те вот, например, например, Будапештская конвенция, она бы никогда и не заработала, но она так и не заработала, но она бы не заработала, будучи подписанной, если бы она не была имплементирована в российское законодательство. Собственно, для этого она и создавалась, то есть, некий механизм предложенный, который с помощью его внесения в национальное законодательство начинает работать на уровне тех государств, которые вошли в эту конвенцию. И вот это, на самом деле, есть путь. Я хотел привести два примера, когда это работает. Может быть, немножко отвлекаясь от сферы безопасности, я бы вспомнил о том, что достаточно много было, ну, как много, по крайней мере, могу назвать два документа, которые были подписаны государствами, в том числе Российской Федерацией, в сфере управления интернетом. Это, по-моему, 2011 года резолюция руководителей правительств стран Азиатско-Тихоанского региона. Там было изложено 10 или 11 принципов управления интернетом. Такой же документ был подписан на уровне премьер-министров Совета Европы и подпись российского премьера и на том, и на другом документе стоит. Там, в общем-то, были принципы изложены, ну, как бы, более-менее общепринятые. Что с этим можно делать? хочу привести пример, соответственно, Бразилии, где был создан такой документ, который назывался, ну, и продолжает называться «Маркот-Цивилл». Это принципы управления интернетом, имплементированные в национальное законодательство. И потом наши коллеги бразильские пользуются этими принципами, они на них проверяют все то законодательство, которое бразильское государство генерирует в области управления и регулирования интернета, в том числе с точки зрения его безопасности. И еще маленький комментарий насчет того, что надо устраивать процесс с участием заинтересованных сторон. Вот Михаил Медович не даст соврать, мы вместе участвовали в таком механизме, который назывался «Экспертная группа при открытом правительстве по информационным технологиям». По-моему, так он назывался. Там были представители стейхолдеров, и они обсуждали там разные законодательные инициативы, посвященные различным вопросам регулирования интернета, в том числе вопросам безопасности, в частности предшественник 90-го федерального закона по Соверенному Рунету там тоже обсуждались, и эксперты из разных областей давали свои комментарии. К сожалению, нигде, даже на слушанных по 90-му ФСЗ, никто к мнению экспертов не прислушивается. По крайней мере, у нас. Я не знаю, как происходит у них, я там не участвовал, но вот отсутствие такого механизма обратной связи, можно его назвать, оно, конечно, сильно мешает и, в общем, делает наше законодательство не всегда работоспособным, не всегда применимым, а часто вредным. Ну, на мой взгляд, отдельные нормы его, они, в общем-то, мешают развитию интернета и бизнеса, и государства в том числе. Ну, вот как-то так. Спасибо. Спасибо. У Олега был еще комментарий. Да, спасибо, коллеги. У меня два комментария. Я хотел бы отреагировать на слова Михаила о том, что нужно больше площадок. Я полностью с этим согласен. Мне тоже не совсем понятно, почему крупные российские компании не участвуют в международных инициативах. Вот рабочая группа открытого состава, которая была запущена с подачи России, она, на самом деле, не выглядит, как процесс, который запущен был в России. Когда была первая вот эта межсессионная встреча в декабре какого года? 19-го года, куда как раз приехали представители других стейкхолдеров, не правительств. Там вообще никого не было из России. Мне до сих пор непонятно, почему не удалось никого. С одной стороны, никому неинтересно не было. И с другой стороны, почему Министерство странных дел не ангажировало никого из российских компаний, исследователей и организаций гражданского общества. Сейчас, по сути, лаборатория Касперского это единственная организация из России, которая участвует в этом процессе, причем, на мой взгляд, участвует довольно заметно и активно. И вот второй момент, на который я хотел бы обратить внимание. У нас вопрос, вот мы долго обсуждали этот вопрос с результатами, которого, может, не все согласны, но вопрос звучал как, кто лучше соблюдает. И на мой взгляд, конечно, бизнес, потому что у нас о соблюдении этих норм государства у нас даже речи нет, у нас сейчас нет механизма, как оценить это соблюдение, то есть имплементацию. И на самом деле интересная новая инициатива со стороны Франции, Египта и еще около нескольких десятков государств, это создать новый некий формат, что, я не знаю, это хорошо или плохо, в общем, они хотят создать новый формат, но одной из ключевых фишек этого формата должен быть некий механизм, который позволит как раз периодически оценивать имплементацию вот этих уже достигнутых договоренностей. Сейчас там вообще нету, некоторые страны это делают как бы добровольно, рассказывают, но это не те государства, о которых вам интересно, а вот ключевые игроки, которые постоянно в новостях, про них как раз ничего нету. И здесь у бизнеса у него как раз более понятные критерии есть, еще есть законодательство как бы во все страны, где они работают, и поэтому ничего, как государство это делает, бизнес совершенно невозможен, поэтому для меня совершенно очевидно, что вот в текущей ситуации частные компании, они лучше это делают по объективным причинам. Спасибо. Больше платформ разных и хороших, да? Михаил, пожалуйста. Я попросил еще, я не сказал вот в своем, уже там не коротком получилось даже выступ, реплики, не сказал еще об одной вещи, которую мне сейчас уже, я понимаю, совершенно кажется необходимо высказать. Вот мы, когда говорим слово государство, от имени государства, вот государство, договорились, мы должны отчетливо понимать, что речь идет о конкретных людях, которые говорят, вот я представляю государство, а дальше говорит, я государство. Эти конкретные люди могут конкретный обсуждающийся вопрос вообще не понимать совсем, от слова вовсе. И я сталкиваю, Андрей об этом сказал немножко, внутри России, я сталкивался с этим не только внутри России, у меня был такой интересный опыт, я два года проработал в рабочей группе Совета Европы по регулированию интернет-трафика. Такая медленная работа, медленный процесс, там было 30 с чем-то человек, участников из разных стран Европы, я в какой-то момент, от России было два человека, я и господин Борисов, из МГИМО бывший, может быть, знаете кто-то его, надеюсь, знаю, это Илона, вот я вдруг понял, что из этих 30 почти человек я только один технику вопроса понимаю, потому что я когда-то много лет работал в интернете инженером и техническим директором в компаниях, и оказалось, что там рассуждают, рассуждают люди с юридическими какими-то навыками, с журналистскими, с преподавательскими, а знания предмета ни у кого нет, хорошо появился потом грек, который там почему-то позже, через год он появился в этом процессе, который поработал в Штатах, вот, и, ну и стало легче как-то, а вот Анастасия сказала, вот, а без государства, государства, это конкретные люди, и когда речь идет о сложном технологическом, каком-то, сложной технологической теме, сложном вопросе, высказывать даже мнение, по которому надо, зная предмет, а высказывают люди, которые предмета не знают, вот почему там из МИДа не приглашают, кто там в МИДа этим занимается, я вот в этом же процессе столкнулся с молодым человеком из МИДа, который там поработал-поработал в группе у Андрея Круцких, а потом его переместили, потому что в МИДе людей перемешивают, ну, такой вот у них есть принцип, очень правильный на самом деле для дипломатов и абсолютно неправильный для людей, которые занимаются сложными техническими вопросами, его отправили вторым секретарем посольства в какую-то киргизию, вот и все, он там чуть-чуть, чуть-чуть вот в этой теме побыкся немножко, да и то с трудом, и исчез, появился новый человек, коллеги, когда говорят слово государство, это конкретные люди, так вот, эти конкретные люди, как правило, и в Европе тоже, это не только о России речь, в европейских странах, может быть, в США немножко по-другому, а в большинстве своем это люди, которые не знают предмета, им нельзя поручать не то, что нормы вырабатывать, им слово порой давать нельзя, вот в чем проблема, именно поэтому не государство должно заниматься, а какие-то сообщества, в которых представители государства присутствуют, но не имеют существенного голоса. Я бы хотела даже проиллюстрировать как раз слова Михаила по поводу конкретных людей, да, и вот Олег уже об этом упомянул, что РГОС это прям идеальный формат для исследователей, потому что у них не только документы публикуются, но еще можно послушать заседания непосредственные, и очень четко видно вот эти дипломаты, представители, да, это бывают люди из МИДа, или люди из Министерства телекома, да, там вариации различные, есть люди, которые действительно разбираются в теме, да, по крайней мере подготовились, а есть представители, которые из бумаги зачитывают какой-то стейтмент, который максимально общий, да, какие-то вот принципы они изо дня в день повторяют, и на этом как бы все заканчивают. И здесь как бы сильно проблема, потому что технической экспертизы не хватает, и иногда даже сами дипломаты в этом признаются, говорят, что да, у нас действительно там пробелы в знаниях, и вот мы готовы там пообщаться с техническим сообществом с удовольствием, чтобы там как-то подтянуть, да, вот то, чего нам не хватает. Но есть, как бы не все страны это понимают, и есть проблемы, да, действительно есть проблемы. Друзья, есть ли еще комментарии у кого-то? Вадим, руку поднял. Вадим, пожалуйста. Да, я хотел бы поставить пример того, как инженера решаются вопросы связанные с интернетом. То есть, сейчас нет такого, чтобы какая-нибудь страна, скажем так, представила мир и свою технологию в виде там разработки некого НИИ и прочего. сейчас есть ИИ, есть там ISOC, ITF и прочие такие структуры, которые можно войти просто ногами. При наличии у тебя каких-то знаний и опыта ты можешь просто написать свой драфт и он может стать ну, как бы незаконным, но некой рекомендацией технической и в том числе все технологии безопасности интернета, включая то же самое RPTI и BGP, они придуманы не только там абстрактам государства, они придуманы разношерстными специалистами из различных институтов вне институтов независимых, которые были просто, ну, потому что их эта тема интересовала и они вот собрались вместе на какой-то онлайн-площадке, которая является чем-то похожим на НКО и решили и сделали, с ними согласились остальные участники и это заработало. Не нужно, чтобы государство спускало какие-то технологии, допустим, в этом плане. То есть инженера решили, что им проще в таком диалоге быть и причем этот диалог практически целиком не является иерархичным. Там даже выбор председателя этого, того же самого ITF, он как бы практически рандомный. То есть здесь совершенно плоский подход. Может быть, это вот тоже подход правильный и может, дипломаты просто немножко устарели в этом понимании, потому что тоже некий должен быть подход плоский и не нужно какие-то такие сложные материи, что это дипломат сейчас занимался аграрным сектором, а сегодня он занимается регуляцией интернета и по повестку свою пытается международные площадки продвинуть. Может, нужно допустить обычные ассоциации, которые там нормальные, настоящие, конечно, не говорим об ассоциациях, которые непонятные, а настоящие, вот те же самые, к примеру, если бы я увидел, что там кто-то там инженер, СТО, допустим, какой-нибудь МТС или аналогичной компании, допустим, которая занимается, кто-то знает, чем он знает о предмете, у него есть понимание проблематики вот прям снизу, если вот его бы увидел, допустим, на некой, как говорится, настоящей площадке, типа там, под Оландской, тогда, наверное, мне было более интересно не видеть непонятные говорящие головы. Спасибо. Вот Андрей Романов справедливо замечает, что это только касается стандартов, а в международных, межпредственных организациях избежать вопросов иерархии, по-моему, невозможно. Это просто заложено во всю суть международных отношений. Друзья, давайте так, вот финальный комментарий от тех, кто хочет высказаться, и мы будем тогда подводить итоги. У нас осталось чуть больше 10 минут. Есть еще кому, что добавить в дискуссии? Вот Михаил Медриш как раз пишет про ITF, что это даже не организация, а процесс. Мне кажется, для остальных участников стоит пояснить, наверное, в чем разница. Давайте поясню. Мне приходилось бывать на ITF-овских митингах. Основная работа идет по почте. Участвуют десятки тысяч порой человек одномоментно, студенты, работники IT-компаний, сетевых компаний, операторов связют. И, по-моему, три раза в год собираются, ну, сейчас не собираются, но пособирались, три раза в год собирались очно. Малая часть из этих людей. ITF, интернет-энжиниринг task force, это не организация. Организация ISOC, которая обеспечивает финансирование, небольшое финансирование этого процесса, а вообще-то это процесс. Это переписка, это люди, знающие проблему, предлагают какое-то решение, его обсуждают, принимают, обсуждают достаточно долго, принимают. RFC, это request for comments, это запрос, собственно, на комментарии, даже такой стандартом становится после многократных обсуждений и согласия сообщества с каким-то предложением. Да, это технические стандарты таким образом разрабатываются, но кто мешает разрабатывать какие-то другие вещи. Кстати, RFC бывают информационные. RFC 90-го года, который Виндсерф написал о необходимости интернационализации интернета, после этого появился RIR первое, RAP-NCC, а потом еще 4, это, собственно говоря, тоже было RFC, но только не технический стандарт, а организационное, информационное, собственно говоря, сообщение. Так что это достаточно многогранная деятельность, и еще раз подчеркиваю, это даже не ассоциация, юридической формы не имеет, это процесс, в котором участвуют конкретные специалисты. Вижу руку Андрея Щербовича. Андрей Романов тоже руку поднимал. Пока второй Андрей организовать организовать разработку вопросов в полисе в области управления интернетом, в том числе используя, так сказать, принципы, процессы, которые используются ETF-ом при разработке RFC. И на самом деле это эффективный механизм. Я хочу привести пример пример комиссии по киберстабильности. По сути, это то же самое, как рабочая группа, которая разрабатывает какую-то RFC. Собрались люди, поставили задачу, разработали принципы, и теперь желающие могут этим принципам следовать. И собственно, вот хочу сказать, вот Вячеслав Ерохин не даст соврать, работает сейчас некая рабочая группа экспертная, которая готовит, комментирует, скажем так, и предлагает что-то, какие-то вещи в концепцию, которую Российская Федерация продвигает в рамках международных организаций по вопросам безопасности в интернете. Ну, и вот я считаю, что достаточно эффективно определение базовой структуры, структуры, то, что называется Public Core, которую, так сказать, предложил, значит, вот эта группа по комиссии по киберстабильности, я думаю, что можно будет использовать в рамках этой концепции, конвенции, как у нас любят называть документы, для того, чтобы определить границы защищаемого на международном уровне, ну, вот каких-то составляющих этого концепта, который мы называем интернет. Так что, в принципе, вполне себе механизм рабочий. И этот механизм может быть реализован не на одной площадке, он может быть реализовываться на разных площадках. Единственное, что, мне кажется, и государством и международным организациям надо внимательно относиться к такого рода инициативированному может быть использовать механизм. Но, конечно, хотелось бы запустить его на какой-то конкретной площадке, которая была бы достаточно авторитетной, для того, чтобы внимательно относились наши коллеги по мультистейхудеризму к результатам такой работы. Спасибо. Спасибо. Так, ну и последнее слово Андрею Щербовичу и будем подводить итоги. Ну, да, простите, но звук что-то выключен. Вас очень плохо слышно. Звук был выключен, я не обратил на это внимание. Сейчас слышно? Сейчас, да. Спасибо. Просто, ну, когда говорилось об РФС, да, все-таки РФС это технические стандарты. Ну, когда мы говорим, опять-таки, о вот этих политиках, нам надо не забывать, все-таки, что, ну, не знаю, в конечном итоге граждане реализуют конституционные права через интернет. Любые, абсолютно любые. Там, свобода слова, там, право доступа к информации, там, в первую очередь, но проще перечислить те права, которые они там не реализуют. Поэтому эти нормы, они, ну, как бы напрямую затрагивают граждан. Всех стран, между прочим, кстати сказать. И поэтому здесь дело не только и не столько там внутри страны, внутри и так далее. Просто, не знаю, такая площадка должна охватывать интересы как можно большего количества и не только страны. стейкхолдера, то есть она опять-таки должна быть на основе мультистейкхолдер подхода основанных и должна учитывать те механизмы, процедуры, по которым принимаются именно правовые нормы про регулирование интернета. То есть, возможно, я не знаю, я бы так предложил бы так аккуратно предложил бы поговорить о правилах процедуры этой площадки, чтобы правила процедуры, это международный термин, в соответствии с которыми была возможна дискуссия на эту тему. Вот это хотя бы такой подход. То есть, правила для обсуждения этих норм. Да. Как вариант. Ну, смотрите, что у нас получается. Начали мы с обсуждения очень узкой темы, касательно международной безопасности в контексте использования ИКТ. А затем закончили тем, что все равно возвращаемся к более широкой теме управления интернетом, регулирования интернета. И опять у нас дискуссия плывет. Тем не менее, возвращаясь к изначальной теме, все равно очень сложно прийти к консенсусу. Это очень дискуссионный вопрос государства и бизнес, как им все-таки взаимодействовать наиболее эффективно, чтобы и амбиции государства не страдали, и интересы не страдали. И чтобы бизнес тоже не страдал от действий государства, скрытых или явных. Но уже большой плюс в том, что находятся площадки, находятся какие-то форматы, где диалог уже происходит, и он, по крайней мере, возможен. И это, мне кажется, самое главное на сегодняшний день. Насколько хорошо этот процесс будет и развиваться дальше, нам, конечно, покажет история. И, возможно, мы станем, наверное, свидетелями каких-то знаковых изменений, каких-то таких парадигмальных шифтов в этой теме, что мы перестанем воспринимать бизнес только как, поправьте меня сейчас, юристы, как объект права, станем воспринимать как субъект, возможно, возможно, нет. Но, в целом, если мы говорим об эффективности имплементации, применения уже тех норм и принципов, о которых более-менее договорились, потому что доклад группы 15-го года, о котором рассказывал Олег с 11 принципами и нормами, он, в принципе, одобрен Генассамблеей. То есть, государства согласились, что да, эти принципы нам подходят. Но другой вопрос, насколько они готовы им придерживаться и как-то их включать в свои хотя бы стратегии по кибербезопасности или в свои какие-то программные другие документы. Тут, конечно, нужно будет следить. Редактор субтитров А.Семкин